МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа события. В студии Ольга Ловина. Сегодня выпуски. Мы по ним ходим и ездим, а они их строят и ремонтируют во дворце Гагарина. Мы отметили День работников дорожного хозяйства. Смотрите мой репортаж. Я Александр Новиков. Губернатор Александр Богомаз провел рабочую встречу с послом Казахстана в России Дауреном Абаевым. Среди главных тем – сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин. Герой России Андрей Фороленков встретился с учениками школы номер 17. Подробности в нашем материале. Во дворце культуры имени Гагарина с профессиональным праздником поздравили работников дорожного хозяйства. Награды от президента, Министерства транспорта и губернатора лучшим представителям отрасли вручил глава региона Александр Богомаз. Репортаж Александра Новикова. Луганская Брянка. Здесь сейчас восстанавливают дороги наши брянские специалисты. Второй год в подшефном городе кипит работа. Долгие командировки вдали от семьи и дома. Но важнее помочь бренковчанам вернуться к мирной жизни. В преддверии дня работника дорожного хозяйства во дворце Гагарина чествует самых преданных профессий людей, включая тех, кто вернулся с Луганщины. Среди них машинист-экскаватор Александр Касин. Он удостоен почетной грамоты президента. Три месяца восстанавливали социальные объекты. Что-то сохранилось, что-то разрушено. Безопасные и качественные дороги – один из показателей благополучия государства и региона. Они облегчают работу людей, сокращают время и расстояние между населенными пунктами. Как сказал президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, дорожное хозяйство – важное, неотъемлемое, составляющее единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависит бесперебойное сообщение между регионами, социально-экономическое развитие страны и качество жизни людей. Дороги всегда были и остаются визитной карточкой любого региона, а также одним из важнейших показателей развития экономики. Благодаря грамотному вложению средств федерального областного бюджета, дороги Брянской области качественно преображаются. Мы с каждым годом увеличиваем объем финансирования Дорожного фонда. Если взять предыдущие 9 лет до 2014 года, то Дорожный фонд составлял почти 15 миллиардов рублей. 14-го года по сегодняшний день – это 58 миллиардов рублей. То есть он вырос в четыре раза. Мы построили более 300 километров новых дорог. 9 мостов за это время. Дороги сегодня, которые вы делаете, они являются скривеносными сосудами для нашей экономики, для развития экономики, потому что кровеносные сосуды – это транспортное сообщение, за что, конечно же, вам очень большое спасибо. Особые слова поздравления в этот день звучат для ветеранов отрасли. Эти люди создавали фундамент, на котором сейчас зиждется все дорожное хозяйство Брянской области. Мы строили тогда, когда вся дорожная техника была прицепная. То есть трактор отдельно, а дорожный механизм отдельно. Сейчас лучше строить дороги, конечно. Не легче, дороги не легко строить всегда. Но приятнее их строить. В работе сейчас немало важных объектов. Строятся мосты в Брянске, Сураже и Фокино. С нуля создается новая уличнодорожная сеть в старом аэропорту и в микрорайоне на Флотской. Гордостью Брянска стали проспект Героев, улица Советская, Объездная, Авиационная. Над проектированием всех этих дорог трудятся молодые амбициозные сотрудники. Особенно, наверное, запомнилась дорога Брянс-Дядько-Границ-Калужской области. Это дорога второй категории, повышенной, высокой интенсивности движения транспорта. Довольно много различных объектов, которые необходимо было достроить, оборудовать. Это остановочные комплексы, тротуары, переходные скоростные полосы. Работы еще очень много, ведь задача стоит грандиозная, чтобы качественное дорожное покрытие дошло до самого маленького переулка. Александр Новиков, Дмитрий Матеров, Сергей Дюков, Брянск. В Брянск с рабочим визитом прибыл посол Казахстана в России Даурен Абаев. Деловой визит начался в кабинете губернатора Брянской области Александра Богомаза. Александр Васильевич, то, что вы сказали, что Брянская земля гостеприимная и героическая, я вот за два часа убедился. Посол Казахстана в России Даурен Абаев на Брянщине впервые. Сразу же делится с губернатором Александром Богомазом впечатлениями от увиденного. Мы сейчас проехали, мы уже на машине приехали, все эти красоты посмотрели, знаменитый, посмотрели сейчас знаменитый Брянский лес, проехали. Понимаем, какое важное значение это играет и имеет для вас. Ну, я думаю, не только для Российской Федерации. Брянская область и Казахстан разделены тремя тысячами километров. Но это не мешает сотрудничеству в промышленности и сельском хозяйстве. У нас на сегодня, как я считаю, складываются, можно сказать, неплохие отношения, хорошие с вашей страной. То есть мы видим, как растет товарооборот. То есть если в прошлом году, за 22-й год, товарооборот был более 3-4 миллионов долларов, то за полугодия он был уже более 2-8 миллионов долларов. То есть если возьмем там 21-й год, то также к 22-му это было там почти 150% роста. То есть мы с вами, наши предприниматели, ваши предприниматели торгуют, торгуют, товарооборот растет. Гордость брянской промышленности. Тепловозы поставляют в Казахстан прямиком завода. Уже закуплено 4 тепловоза. Планируется еще 50. Думаю, в этом направлении тоже есть о чем поговорить. У нас есть целый перечень проектов. Мы с вашими коллегами, мои коллеги, обменяются контактами. И мы можем уже в таком более прикладном режиме все эти вещи показать и рассказать. На Брянщине проживает 204 казаха. Из них 22 студента. 20 получают высшее образование в нашем аграрном университете. Один в Битме, один в нашем технологическом университете. Ну и что приятно, что в нашем аграрном университете из 20 это 19 агрономов. Это агрономы, которые учатся и перенимают тот опыт, который сегодня имеет Брянскую область. Роднит нас и казахов и общее прошлое. В Великую Отечественную войну был единый народ Советского Союза. То, что вы сейчас так бережно относитесь к памяти, и мы выходили, как раз и дети, как раз пришли в музей. Это говорит, наверное, о том, что вы чтите память большого подвига, великого подвига наших предков. И я думаю, что подрастающие поколения это не забудут. Это правильно. Дмитрий Газин, Анатолий Чекрыгин, Алексей Рязанцев, Брянск. Отдать дань памяти воинам Великой Отечественной – это традиция, пожалуй, для всех гостей Брянской области. Делегация во главе с послом Дауреном Абаевым и губернатором Александром Богомазом направилась на площадь партизан. К монументу освободителям Брянска возложили цветы и почтили их память минутой молчания. Далее в Брянске аграрные университеты. Здесь учатся студенты из разных стран, в том числе и Казахстана. Посол Даурен Абаев и губернатор Александр Богомаз пообщались с будущими агрономами и ветеринарными врачами. Губернатор Александр Богомаз и большая делегация посольства Казахстана во главе с полномочным чрезвычайным послом Дауреном Абаевым приехали в аграрный вуз. Казахские студенты тут учатся в бакалавриате, собираются поступать в магистратуру, проходят практику на ведущих предприятиях. Сельское хозяйство у нас инновационное, оно прогрессивное. Только за последние 8 лет, если 8 лет назад производство было 44 миллиарда, по прошлому году уже 132 миллиарда рублей. Это производство сельскохозяйственной продукции. По этому году, по этому году, в прошлом году мы имели индекс роста 10-8%, а в этом году почти 18% по итогам 8 месяцев. То есть и все это, понятно, все достижения, все показатели, а показатели это деньги, а деньги это условия жизни, это заработная плата. И сегодня у нас в Денской области заработная плата в сельском хозяйстве на 10% выше, чем средняя заработная плата в регионе. Это не каждый регион может этим похвастаться. Большей честью из Казахстана к нам на учебу приезжают будущие агрономы. Наработки брянского АПК студенты изучают бесплатно и смогут применить их на практике. У нас есть чему учиться. Если взять тот же РАПС, то по этому году отдельная поля давали там 80 центнеров. Средний урожай РАПС по области более 40 центнеров. В Европе ангелия получает 33,7. То есть это РАПС, только в общей Абрианской области он самый высокий урожай. Урожай картофеля по этому году будет более 500 центнеров. Мало какая европейская страна может похвастаться тем, что средний урожай в стране или в области, в землях выше 50 тонн или 500 центнеров. У нас это есть. Те же самые пшеницы там. Отельные поля дают. Урожай 125 центнеров. Сегодня мы убираем кукурузу и в этом году мы видим, что сегодня мы получим супер урожай по кукурузе на зерно. То есть отдельная поля там дают. У нас сегодня звонят, у нас спецпроизводители. 180 центнеров мы получаем. 180 центнеров и средний урожай по стране 30. И все это мы достигли в последние 8 лет благодаря тому, что у нас соединена наука и производство. Принцип-то везде один, хоть почва разная. Ну, я знаю, какие почвы у нас есть, какие здесь. И по черному зему тоже мы обучаем, конечно. И, в принципе, это будет не так уж сложно. Учеба в Брянском вузе – это еще и общение, участие в общественной жизни вуза, культурных событиях, спортивных соревнованиях. Я занимаю хору на танце. В кружели. В кружели, да. Ансамбль. Ансамбль, да, у нас есть. В университете у нас есть. Все время университет уделяет очень большое внимание этому. Нам каждый год организовывают поездки в разные города. В прошлом году мы ехали, если и в Саратов. И было все очень хорошо. Это очень приятно, что нам уделяют так много внимания общественной жизни, чтобы мы ими работали в коллективе, заводили нам друзей. Конечно, вы никогда не должны забывать ваш альмаматор. Вашим альмаматором будет являться Брянский аграрный университет. И поэтому у вас получается такой мост между Брянском и Казахстаном. Поэтому я желаю вам всем успехов, удачи. Вы получили именно то, что вы для себя поставили эту цель. Где учатся и тренируются студенты аграрного университета, гостям показали. Здесь два спортивных зала. Особое внимание разным видам борьбы. Более 20 видов спорта. У нас работают кружки и волейбол, и баскетбол, и футбол, и мини-футбол, и шахматы, и шашки, и дартс, и амреслен. Гостям показали аудитории, которые оснащены современным мультимедийным оборудованием. В одном из кабинетов в это время шел экзамен. Вы что там ставите? Какие оценки? Хорошие. Отлично, отлично. Конечно, они же практически все уже работают. По специальности. Вот, эксподин посол, чем отличается наше время от сегодняшнего времени? Рад, что стоит получить четверку, это как достижение. Душу достанут. А сейчас усмотришь, отлично, отлично, отлично. Это особые студенты. Ну, это действительно не соответствует. Оценка объективная. Чрезвычайный посол. Чрезвычайный посол. Конечно, это стресс. На экзамен, представляете? На всю жизнь останется. У нас был экзамен. Так вот, надо Татьяне Александровне учесть, на один балл выше поставить. Поставьте себе пятерку. Татьяна Александровна, поставьте себе пятерку. Всем не получится. Ребят, я просил. Как правильно вносить удобрения студенты изучают в специально оборудованных кабинетах. Тема очень актуальная для агрономов всего мира. В нашей области передовые показатели по внесению удобрений. В этом году мы перешагнули 210 килограмм на гектар. Вот если взять Европу, то меньше всех вносит это Чехия. 178 килограмм, 180. А остальные, если взять, допустим, Англию, 350, 300 килограмм. Германия 210. Но Германия вносила на протяжении там 50 лет, 60 лет. А мы учитывая то, что в советское время мы еле вносили. А потом после советского времени мы вообще ничего не вносили. Поэтому у нас сегодня в России 49 килограмм в среднем на гектар. Мы в этом году решагнули 200 килограммов рубеж в ДВ. Вообще-то по области. Понятно, что там, где лучшие, там, где получают высокие урожаи, нам бы подойти, вот эта цель в среднем, чтобы было килограмм 350, как в Англии. Теория, подкрепленная лучшими практиками. Это сейчас основной принцип преподавания в ВУЗе. За знаниями и навыками в Кокино едут студенты из стран Азии, Африки, бывших советских республик. Аграрный ВУЗ был одним из первых, куда еще в советское время стремились поступать иностранцы. В самом начале встречи с губернатором Александром Васильевичем он сказал хорошую фразу. Он сказал, что Брянская область гордится своим гостеприимством и героизмом. Гостеприимство мы убедились. На самом деле все проходит на высоком уровне. А насчет героизма мы тоже убедились, потому что мы сегодня... Казахстанская делегация посетила музей партизанской славы. Достаточно большое, сильное впечатление производит университет. История тоже замечательная. Вы знаете, больше 60 тысяч студентов казахстанцев сейчас учатся в Российской Федерации. Это, наверное, одно из самых больших количеств студентов. И это говорит о том, что эти студенты станут таким хорошим мостом между Казахстаном и Россией. Это те... Мы хотим, чтобы наши студенты получили образование, стали хорошими специалистами и принесли благо, естественно, Казахстану. Перспективы развития между нашими странами и регионами есть. Поэтому я уверен, что мы будем развиваться в правильном направлении. Наталья Бутник, Дмитрий Матер, Виктор Левченков, Кокина. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. В селе Смотрово-Буда Брянской области по нацпроекту обновляют систему водоснабжения. Московские кардиохирурги проконсультировали 54 пациента в Брянске. В Брянске 13 октября стартует марафон донорства костного мозга. Брянский актер Шагин получил одну из главных ролей в фильме «Ополченский романс». Брянский участник СВО с позывным «Казак» рассказал кадетам о буднях на передовой. Пожилым жителям Дядьковского района помогли заготовить на зиму более 4 тонн овощей. Еще больше актуальной и интересной информации на нашем сайте губерния.тв. А накануне в Кисловодске объявили финалистов престижного всероссийского телеконкурса «Тэфи-регион-2023». Организует его Академия российского телевидения при поддержке Минцифры Российской Федерации. Более 500 работ от 138 телеканалов. В жюри представители «Россия-1», «Перого канала», «СТС», «Арти Интернешнл», знаменитые российские продюсеры и журналисты. Победители объявили телеведущие Андрей Малахов и Татьяна Ремезова. И Брянская губерния среди лучших в стране. В номинации интервью была отмечена программа «Культура рока». Впереди финал. Андрей Мамошин, «Культура рока». Интервью Сергеем Боевым. Город Брянск, Брянская губерния. Спасибо большое для Брянской области, для Брянской губернии. Это дебют на ТЭФе. Путевка в финал. И 375 километров. Это наша приграничная зона с Украиной. Основные новости у нас жесткие, реальные и про СВО. И я очень благодарна, что именно проект «Культура рока», музыкальный проект моего редактора, который работает на Брянской губернии, стал одним из финалистов. Низкий вам поклон. Классные встречи. Это проект, в котором школьники могут лично познакомиться с выдающимися, известными людьми. С теми, кого видят на экране телевизоров, кино, на сцене театра, читают о них в газетах и журналах. Учащиеся школой номер 17 встретились с Героем России Андреем Фроленковым. На встречу со школьниками Андрей Фроленков пришел вместе с Евгением Жертьевым. Именно с ним в первые дни специальной военной операции Герою России выполнял важную задачу – взятие под контроль Чернобыльской атомной электростанции. Дети интересуются, как удалось убедить противника сдаться без единого выстрела. Ключевые слова, ты начал правильно говорить, что вы окружены войсками. А войск на самом деле нету, никаких войск нету, сто человек и все. Вы окружены войсками. Предлагаю вам сдать оружие, обещаю сохранение жизни. Наша общая задача, опять же, вот здесь, говорит, твою еще ключевую фразу произнесу, общая задача – сохранить атомный объект в неприкосновенности. Как началась специальная военная операция? Как продвигались наши бойцы? Что значит быть героем? Десятки вопросов от школьников. Здравствуйте, я учусь у тебя вопросом в России. Степан, как вы считаете, нервами окружаются или становятся? Ребят, я родился, я здесь, я в 42-й школе учился, родился на Новом Городке. Заводской район такой, да, у меня родители на радиозаводе работают, на электромеханическом, да. Еще будучи школьником, подрабатывал на каникулах, где-то на кроссовке. Никогда ни в жизни не думал, что я пойду служить в спецназ. Классные встречи проходят в Брянской области уже более пяти лет. С недавнего времени их организатор – российское движение детей и молодежи. А герои – известные спортсмены, деятели искусства, политики и военные. Дмитрий Белов, Дмитрий Матеров, Брянск. На партизанской поляне прошло открытие всероссийского слета городов-героев, воинской славы и трудовой доблести «Я городом своим горжусь». 21 команда из 9 регионов страны. Все детали в следующем материале. «Я городом своим горжусь». Брянск, Климово, Трубчевск, Великий Новгород, Волоколамск, Волгоград, Ярославль – это лишь малый список городов. Ребята от 12 до 16 лет у нас на партизанской поляне, на четвертом всероссийском слете учащихся городов-героев воинской славы и трудовой доблести. Позвольте от имени главы города Брянска, от бар Марины Валентиновны, от депутатов Брянского городского совета приветствовать вас на этой героической земле и пожелать вам показать свое мастерство и умения в конкурсах, которые будут в программе. А конкурсы и игры будут все четыре дня, пока проходит слет. Квест, знакомство с городом, конкурс «Знатоки-краеведы», турнир по сборке «Карты России». Волейбол, дискотека, настольные игры, песни у костра. Каждый город – это команда из восьми ребят. Возрождаются славные традиции патриотизма. И самое главное, конечно, чтобы новое поколение через уже года проносило ту историю, реальную историю, правдивую историю подвига наших отцов. Растите настоящими патриотами и изучайте историю наших великих побед. А самое главное, в этом взлете должна победить дружба между нашими городами. Школьниковы с девяти регионов страны разместили в лагере «Искорка». Впереди три нелегких соревновательных дня. Армен Мрукен, Виктор Левченков, Брянский район. В очередном выпуске рубрики «Совет эксперта» врачи-дерматологи рекомендуют обратить внимание на свою кожу. Осень – время оценки последствий воздействия на организм летнего солнца, а конкретно ультрафиолетового излучения. Ультрафиолет провоцирует не только появление новых родинок, но и также появление меланом. А меланома – это одна из самых агрессивных опухолей кожи, которая обладает очень большой летальностью. Например, если коснуться статистики, то в России где-то ежегодно заболевает более 10 тысяч пациентов меланомой. И около 25% умирают из-за того, что поздно обратились. По социологическим опросам около 40% пациентов вообще не наблюдают за своими невусами и не знают признаки меланомы и факторы риска. К факторам риска относятся те люди, которые должны быть более бдительны и чаще наблюдаться и приходить к доктору посмотреть свои родинки. Это более первый и второй фототип, у кого светлая кожа, светлые волосы, глаза. Те, у кого более 100 новообразований или родинок на теле. Более 10 диспластических невусов. Диспластические – это значит атипичные, которые отличаются по какой-то форме. Также у кого было в анамнезе в семейном заболевании рака кожи или меланомы. И если родинка или невус вдруг изменила свой цвет, стала более бледной или наоборот более темной, вплоть до черного цвета, увеличилась в объеме, стало больше как в высоту, так и в ширину, изменила свою структуру, стал более глянцевый, блестящий цвет или изменила свой кожный рисунок. Или же на поверхности появились шелушения, трещины, изъязления, мокнутия. Это все повод для того, чтобы обратиться к доктору на осмотр. Если вы заметили на своем теле какие-то новообразования подозрительные, значит вы можете обратиться к врачу-дерматологу на прием для проведения дерматоскопии. Это современный метод диагностики, который позволяет выявить на ранней стадии злокачественное новообразование кожи. Меланомы, плоскоклеточный рак, болезнь Боуна, в общем все новообразования. Онконастороженность как самих пациентов, так и настороженность врачей любой специальности – это залог успеха, раннего выявления злокачественного новообразования, что будет нам продлять и здоровье, и жизнь пациента. В Брянск доставлен ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Его привезли благодаря международной молодежной просветительской программе «Духовная связь». Где и когда можно увидеть святыню, расскажет Дмитрий Белов. Ранним утром под колокольный звон ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы священнослужители принесли к главному епархиальному храму. По благословлению митрополита Брянского и Севского Александра провели торжественный молебен. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы постоянно пребывает в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Сюда его доставили на вечное хранение с Афона в 2011 году. Согласно преданию, пояс Пресвятой Богородицы был соткан из верблюжьей шерсти самой Пречистой Девы. И после успения при Вознесении она отдала его апостолу Фоме. Сотни православных верующих спешат приложиться к святыне. После Господа Бога, Божьей Матери, это вот как я обращалась к ней, что ты, наверное, больше всего чувствуешь мои материнские чувства. С чем я обращалась, с какой болью. И чувствовать свою помощь. Однозначно, да. Помолиться за детей своих, чтобы Матушка Царица Небесная своим покровом оградила чада. Мое устроило в ее жизни. Была покровом и нам, и в семье, и всем нашим родным и близким. И чтобы своим заступничеством небесным помогала и спасала нас грешных. Побыть рядом со святыней, когда ее только привезли, когда собрались и батюшки, это греет душу. Я приезжала еще в том году чисто поблагодарить Божью Матину за то, что она мне дала три девочки. И в этом году я пришла также поблагодарить. Я очень рада. Так что, как бы, все хорошо, слава Богу. До 14 октября увидеть святыню можно в Свенском Успенском мужском монастыре до 8 часов вечера. 15 октября Ковчег с поясом Богородицы будет последний день на Брянщине в Петропавловском женском монастыре. Дмитрий Белов при поддержке пресс-службы Брянской епархии. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи.